всем привет сегодня хочу побаловать себя и вас вкусненькими рогаликами готовятся очень быстро продуктов очень мало нам понадобится для нашего рецепта 1 пачка маргалина моем случае это сливочное масло 180 грамм растопленная и охлажденная конечно же 500 грамм сметаны в моем случае 200 грамм сметаны и 300 грамм кефира это у меня эксперимент потому что не оказалось сметаны в нужном количестве что было в холодильнике то и делаем для начинки а мука мука столько сколько возьмет тесто я отмерила 500 грамм а там будет видно сколько пойдет муки для начинки я сегодня беру яблочки и для посыпушечки такой вот у меня сахар с корицей сахар уже перемешала с корицей ванилин я не добавляю начинку вы можете брать абсолютно любую я пробовала просто вот с сахаром посыпала сахар также с корицей посыпала можно брать варенье любое хорошо смородиновое варенье подходит сюда ну все приступаем у меня сегодня яблочки для начинки будет так смешиваем масло муку и сметану в тесто я всегда добавляю стуль буквально пол чайной ложечки все смешала масло со сметаной добавила соли немножко соду сюда не надо яйца сюда не надо чтобы вы не сдапал дополнительные вопросы мне не задавали сахара сюда тоже не надо сейчас буду добавлять муку вот такое тесто у нас должно получиться кстати муки мне не хватило я еще 250 грамм муки добавляла и вот с этого вот осталось у меня вот столько сколько тут грамм 50 минус даже меньше тесто у нас не должно липнуть к рукам но должно быть такое мягкое воздушное и в то же время вы должны понимать что вы его должны будете раскатать жидким оно не должно быть вот такое вот должно быть тесто мы у меня ушло муки много потому что у меня был кефир если вы будете делать чисто на сметане то те у вас муки уйдет гораздо меньше вот единственное пожалуйста не забивайте тесто мукой все я присыпаю немножко доску вот этой мукой что мне осталось часть теста я сейчас буду раскатывать в пласт а часть теста просто уберу все раскатаю и включусь вот такие вот рогалики мы сейчас будем с вами заворачивать один я уже завернула у меня почему-то камера выключилась сейчас 2 буду заворачивать вы посмотрите беру немного вот яблочков яблоки на крупной терке натирала добавляю сюда сахар с колицей можно конечно сразу сахар с колицей яблоки добавить и перемешать но я решила так сделать все аккуратненько заворачиваем рулетик вот такой вот все и теперь складываем на лист застеленный пергаментной бумагой либо коврик силиконовый сейчас все все остальные я сейчас так сделаю и потом включусь некоторые рогалики я просто так закрыла такими сделала конфетками клювики им закрыла этот самый большой получился вот так разложила их на противень и сейчас отправлю в духовочку и буду заворачивать рогалики с яблочками нарезанными дольками я хочу вам еще сказать что из этого теста можно делать не только сладкие рогалики из этого теста также можно делать и рогалики сыром например сыр с зеленью хорошо сюда пойдет что тесто у нас не сладко мы не сахарили поэтому начинка может быть абсолютно любая может быть творожная начинка например с изюмом будет тоже очень вкусно из несладких сыр что еще не знаю нужно еще какие-нибудь придумать начинки вариантов много я видела сегодня не собиралась снимать да и стряпать не собиралась просто как-то спонтанно это все у меня получилось поэтому если что не так простите не судите строго просто вот решила испечь и вам показать заодно некоторых рогаликов я закрываю кончики чтоб сок не вытекал а в некоторых оставляю открытым потому что когда этот сладкий сок вытекает он карамелизуется на листе и тоже получается очень вкусно поэтому и так и так сделаем закрытые и открытые покажу вам потом что получится ну что друзья мои рогаликов с дольками яблочек у нас уже не будет потому что мой любимый муж услышал как я сказала только что что можно сделать рогалики сыром и поэтому вместо рогаликов с дольками яблочными у нас будут рогалики сырные поэтому из остатка тесто я делаю сырные рогалики твердые сорта сыра натираем на терке можно на крупной можно на средней можно на мелкой как вам больше нравится можно смешать зеленью как я уже говорила я буду делать просто сырные делать я буду прямо рукой набирать сыр у нас такой суховатый сорт рассыпается поэтому я буду делать вот так краешки сразу вот здесь я прихватываю слегка с одной стороны и с другой чтобы сыр не вытекал а это теперь легко будем закрывать все где не склеилось еще немножко поправляем руками склеиваем мукой мука нам в помощь вот так вот так так делаем следующие треугольнички можно сделать конвертики не обязательно треугольнички ну вот мы решили сделать прямо вот рогаликами насыпаем сыр закрываю можно не закрывать можно сделать так и закручиваем слушайте какой аромат стоит от сладких рогаликов выпекаются сейчас духовочки тесто на сметанке на кефире такое вкусно пахнущее плюс корица ну все отключаюсь включусь когда будет все готово то опять будете меня ругать что много болтаю ну что ж нежданно негаданно у нас появились рогалики с сыром но я думаю что они не зря у нас появились потому что пока выпекались наши сладкие сырные рогалики в моей чудо мультиварке скороварки приготовились щи поэтому сегодня мы будем ужинать вот такими щами вкусными со щавелем с зеленью с помидорками замороженными домашними и вместо хлеба у нас будут вот такие вот сырные рогалики ну а к чаю у нас будут рогалики сладкие вот такие у нас получились сладкие рогалики вот вот такие красавцы очень красивые один лист получился не слишком зажалистый второй лист я сделала по зажалисти сверху припудрила сахарной пудрой хотите посмотреть как они выглядят внутри сейчас покажу сейчас мы раскроем один рогалик вкусный с яблочком вот такая красота у нас внутри яблочко с корицей думаю что будет очень вкусно хрустящее тесто получилось вкусненько а сырные рогалики посмотрим сыр твердый у нас был очень твердый вот как он тянется вот какая красота класс ну что ж приятного нам аппетита а вам желаю тоже приготовить такие вкусные рогалики и к чаю и к завтраку с кофе и еще хочу вам сказать что все что я сегодня не успела сказать в ролике или забыла сказать в ролике я оставлю всю информацию в инфобоксе под видео внимательно и и прочитайте а я с вами сегодня прощаюсь всего вам хорошего если вам понравился мой ролик не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим роликом со своими друзьями до новых встреч